Приветствую вас! В психиатрии существует такое понятие, научное понятие, состояние человека, при котором эмоции, настрой, его мысли даже, идеи становятся, ну, скажем так, очень-очень-очень нестабильными. То есть, грубо говоря, вот, сегодня у человека одно в голове, да, на уме, в голове одно, сейчас даже, не сегодня, а сейчас, сейчас у человека одно в голове, в уме, вот, а дальше у него уже совсем другое, в голове, в уме, однажды. И надо сказать, надо сказать, что подобная история является, ну, довольно, довольно нередкой в клинической картине людей, у которых есть подобные проблемы, вот. Тут важно, конечно, понимать, человек, он, эм... только с вами так ведёт себя, или человек ведёт себя так со всеми людьми. Если только с вами, то, скорее всего, да, он к вам неравнодушен. Если же поведение у человека распространяется на всё, на всех людей, на все, ну, сферы деятельности, то в таком случае можно говорить о подозрении на заболевание человека. Или, по крайней мере, на очень низкий, низкий эмоциональный интеллект. Впрочем, низкий эмоциональный интеллект, к сожалению, у личности, описываемой вами, есть, скорее всего, в любом случае. То есть, тут уж никуда от этого, к сожалению, не деться. Вот. Ну и история, история здесь, она, именно вот, пока. То есть, эээ... это может, 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 означать, эээ, действительно, эээ, как... эээ... ...восимпатию к вам, вот, так это может, означать и определённые внутриличностные проблемы самого человека. Конечно, сказать об этом, об этом более подробно не представляется возможности, потому что нужно больше, больше информации о нём, об этом человеке, о ваших характерах ваших, ваших взаимоотношений, вот, и так далее. Что эта история, эээ... именно так мне видится. Эээ... надо отметить, эээ... я хотел бы отметить, эээ... что, на мой взгляд, эээ... представляется достаточно интересным, то, как мало вы, эээ... посвятили, эээ... времени своего, для написания вопросов. То есть, вот, ну, очень мало информации, очень мало, эээ... текста вы написали, вот. А ведь история и ситуация, они... они, по сути, по сути, свои, достаточно серьёзно, вот. И у меня вопрос. Возникает. Не волну, не волну. А насколько вы сами, эээ... серьёзно настроены для... на то, чтобы разобраться в этой ситуации, вот. Вот. То есть, что вы готовы делать, чтобы в этой ситуации разобраться, вот. И лично будет это вам также определить для себя, чтобы, ээ... ну, чтобы мы, в частности, вот, эээ... психологи, знали, эээ... что вообще стоит ожидать от вас. То есть, настроены вы на работу по... по выстраиванию своего поведения, в отношении этого человека, вот. Эээ... или... или нет. А мысли, если нет, то... все это всё равно будет в области предположений. И ответить вам может кто может кто угодно и что угодно. И вы... просто... ну... просто... возьмёте и... примите его слова. Как бы, да? Вот. За... ну, например, за чистый монет. Те просто слова, которые вам будут, скажем так, наиболее удобны. Вот. Ну, это... вряд ли... вряд ли решить проблему, потому что... эээ... совершенно очевидно, что... Вы... ну, вам либо не нравится эээ... что, как, как она себя ведёт. Вот. Либо вы эээ... представляете какую-то другую цель. Вот. Но на всякий случай сразу для себя определить, готовы ли вы выстраивать отношения на работе, да, точно отношения ну, служебные, вот, потому что если не готовы, то, соответственно, здесь тоже сужается моментально возможное поле вашей деятельности. Ну, надеюсь, вы это понимаете, вот, что еще добавить, давайте посмотрим, значит, так, причина такого поведения. Ну, на самом деле причин может быть две. Первая причина, это то, что она, как бы, неравнодушна, а вторая причина, это то, что вы как-то вот вызываете именно в ней, вызываете в ней некие мысли, некие чувства, которые, ну, приводят ее к негативу. Соответственно, соответственно, если вы хотите это выяснить, то понаблюдайте, понаблюдайте за тем, как она ведет себя по отношению к другим людям, понаблюдайте за тем, как она взаимодействует с другими людьми, вот, и так далее. На этом, в принципе, все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Отдельного внимания хотел бы я удостоить вашу реакцию на поведение человека, на поведение женщины, и спросить, как вы реагируете на ее такое вот поведение, реакцию на себя, как это лично вас задевает, и задевает ли, что важно. Потому что, если вас это задевает как-то, то есть это не, ну, не правда, не серьезно, если вас это задевает как-то, вот, то совершенно очевидно, что работать нужно уже именно в этом направлении, в направлении акцента на том, как и чем вас это задевает, вот, и что вы вообще, ну, что вы вообще готовы делать для того, чтобы вас не задевало. То есть готовы ли вы, например, там, брать на себя личную ответственность за то, что происходит с вами. Готовы ли вы признать, что, ну, не только вне дела, да, но и вас тоже, вот, и так далее. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду я помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.